Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня гость нашей студии, председатель Верхнесалдинской территориальной избирательной комиссии Татьяна Поликарповна Блохина. Здравствуйте, Татьяна Поликарповна. Добрый вечер, Валерий Матвеевич и уважаемые избиратели нашего района. До выборов в Государственную Думу и в Законодательное Собрание Свердловской области осталась одна неделя. Как подготовились наши избирательные участки и наш территориальный избирательный комиссия к предстоящим выборам? Расскажите. На сегодняшний день у нас открыты и работают 31 избирательный участок, как и планировалось. Приступили к своей работе 301 член участковых избирательных комиссий. Все комиссии работают. Вы, уважаемые избиратели, сейчас можете прийти на свои избирательные участки, проверить себя в списках. Включены вы в список, еще там какие-то моменты правильности включения вас в списки. Дальше член участковой комиссии сейчас, вот я бы хотела обратиться к избирателям, чтобы они не удивлялись, не звонили, не говорили, что правда это или не так это. Сейчас члены участковой комиссии поставлена задача, чтобы они обошли свой избирательный участок, своих избирателей, узнали где, в каких квартирах. Есть люди, которые не смогут в день голосования прибыть на свой избирательный участок. Где есть граждане с ограниченными физическими возможностями, тоже не смогут прийти на участковый избирательный участок. Взять с этих граждан заявление заблаговременно и пораньше, и в день голосования приехать и дать возможность таким избирателям проголосовать у себя на дому. Поэтому я прошу потерпеливо и относиться к нашим участковым комиссиям и помогать им, насколько это можно. Будут разнесены приглашения тем ребяткам, которым нынче исполнилось 18 лет, и они первый раз должны будут прийти на свои избирательные участки и проголосовать. Мы готовим, завтра раздадим председателям 700 приглашений. У нас около 700 ребят, которым первый раз будут голосовать. И 700 приглашений участковой избирательной комиссии тоже будут разносить и персонально вручать каждому. Ну, участковая комиссия занимается уже. Рассчитали и отчитали все бюллетени на свой избирательный участок. А это ни много ни мало мы получили в общей сложности 108 тысяч бюллетеней. И все их, конечно, надо было по одному пересчитать. На бюллетени еще по Государственной Думе наклеить марочку защитную, расписаться, поставить печати. То есть они работают. Работают по информированию, наглядную агитацию вот расклеивают, ходят, уж стараются. Дома ваши не портить, подъезды им велено клеем не заклеивать, а все аккуратно и раздавать или на скотч, так, чтобы все потом убиралось. Расскажите, Татьяна Поликартна, пожалуйста, можно ли сейчас получать открепительные удостоверения, чтобы проголосовать на какой-то другой территории за пределами нашего района, в пределах области, по законодательным собраниям Свердловской области и по Государственной Думе. Пожалуйста. Валерий Матвеевич, вы молодец, я просто упустила. Самый главный момент, который сейчас у нас идет в работе участковых избирательных комиссий. То есть, уважаемые избиратели, участковые избирательные комиссии продолжают выдавать открепительные удостоверения. Это тем избирателям, которые в день голосования 4 декабря будут вне своего избирательного участка. Это может быть, вы поедете куда-то в другой город нашей России, тогда вы получите открепительное удостоверение по выборам депутатов Государственной Думы. Если вы поедете в другой город на территории Свердловской области, значит, вы получите открепительное удостоверение по выборам и по Государственной Думе, и по законодательному собранию Свердловской области. То есть, два открепительных удостоверения вам будут выданы. И вы знаете, Валерий Матвеевич, вот нынче такая, как бы, или активность у избирателей, или ответственность какая-то появилась. У нас, вот, надо сказать, нормально, хорошо берут открепительное удостоверение, и столько граждан, где-то около семи человек, которые выезжают отдыхать, кто в Египет, кто в Таиланд, кто в Турцию. Они всех приходят к нам и просят открепительное удостоверение. Ну, мы, конечно, поясняем, что такое открепительное удостоверение они могут получить, но если четвертого они будут где-то на Большом вокзале, там будут избирательные участки. Если нет, то им надо, нужно вот искать консульство и ехать туда, и только при консульствах наших вот такие участки будут открыты. Ну, кто берет, кто не берет. Я просто о том, что как-то вот ответственность у избирателей наших повысилась. Еще, уважаемые избиратели, если вы решите все-таки пойти на избирательный свой участок, взять открепительное удостоверение, вам надо знать график работы этого участка. Поэтому график такой есть на каждом избирательном участке, он висит. Но я бы хотела вам сказать, что большинство участковых избирательных комиссий дежурит по выдаче открепительных удостоверений, кто с 16 до 19, а некоторые с 17 до 20. Это в рабочие дни. А выходной день, особенно приближаются выходные дни, поэтому все практически комиссии с 10 часов утра до 2 часов дня будут на своих избирательных участках дежурят. И вы спокойно можете подойти и взять открепительное удостоверение. Если нет, звоните нам на территориальную комиссию, мы вам всегда объясним и скажем, когда, куда подойти. Сколько у нас всего избирателей? На сегодняшний день на территории нашего округа 41 442 избирателя занесено в избирательные списки. Списки сверены, все проверено. Списки у нас по ГАЗ-выборам сверены. Списки уже переданы в участковые избирательные комиссии, поэтому участковые избирательные комиссии выдают уже открепительные удостоверения, отмечают в списках, кто получил удостоверение. Участковые избирательные комиссии отмечают и просматривают, что возможно сейчас уже даже избиратели, которые друг друга знают, заходят и говорят, а вот этот мой сосед уже ушел в армию, то есть мы где-то должны получить списки от военкомата. Кто-то зашел и говорит, а вот знаете, мой сосед уже его нет в живых, поэтому председатели обязаны, если такую информацию получают, он, конечно, не будет сразу вычеркивать из списка по словам кого-то. Он позвонит в отдел ЗАГСа, просто спросит, и там все службы настроены, чтобы помогать нам, и там ему такую информацию дадут, что да, действительно жив этот человек, или это просто ложная информация. Но у нас эти списки обновляются и будут обновляться вплоть до субботы 3-го числа. Поступает это всюду из ЗАГСа, из паспортного стола, из военкомата, из милиции, то есть мы пытаемся и в течение всего периода эти списки еще делаем, ну, может быть, где-то вот за давностью какой-то и пропущен кто-то, поэтому не стесняйтесь, говорите, если вы видите действительно вот такие вот моменты. — Скажите, пожалуйста, а если у нас вот человек, который приехал из ближнего зарубежья, хочет проголосовать, но у него нет здесь прописки? — Значит, если из ближнего зарубежья кто-то, и он гражданин России в этой меди... — Но не зарегистрирован. — Но не зарегистрирован. У нас, значит, определен на нашей территории избирательный участок, в котором могут проголосовать граждане безвременного проживания, прописки и так далее. Это участок номер 303 по улице Устинова, где ЖУ-6, бывшая. Вот на этот участок, этот закреплен, куда могут обратиться, чтобы был один участок, чтобы они шли на один участок. Там будут голосовать, мы туда прикрепили и будем, ну, вывешивать объявления вот для граждан. Это, например, даже как мы называем наши бомжи, которые живут вот у нас в определенных местах. Мы эти места все знаем, мы в этих местах тоже повесим объявления. Мало ли что с людьми, как и у людей, но это люди, это граждане нашей Российской Федерации. И мы тоже обязаны предоставить им право вот такое. И те, у кого, значит, есть паспорта, у кого нет, могут обратиться опять же в наш паспортно-визовую службу. Они там дежурить тоже будут целый день и могут дать справку о временном пребывании или как на территории. И всем будет дана возможность проголосовать. И, Валерий Матвеевич, может, я предупрежу как бы ваш вопрос или нет, я не знаю. Раз уже мы заговорили о возможности и даче голосования нашим избирателям, то я бы хотела сказать, что в этот раз, чтобы полномочия территориальной комиссии, и главная ее задача, это дать право реализовать свои избирательные права каждому избирателю нашего района. Поэтому мы вот стараемся делать все. Значит, те граждане, я желаю вам, избирателям, всем здоровья, но всякое случается, и уже некоторые люди лежат в наших больницах, то есть во всех больницах, во всех, выйдут наши участковые избирательные комиссии. Если люди будут находиться на базе отдыха, Тирус подключается, дом реабилитации пожилых людей на народной стройке. Это значит, у нас сейчас вот созвонились, что у нас есть такой учебный центр ОВД, МВД, это милицейский поселок Северный, вот 4 числа туда приезжает со всей Светловской области 200 человек ребят. Эти ребята, конечно, будут все с открепительными удостоверениями, но мы тоже, комиссия туда выйдет, и мы дадим возможность им проголосовать. Вот впервые мы опять пробуем вариант. У нас на заводе, на нашем градообразующем предприятии 700 работников, которые работают с непрерывным циклом работы. Это значит, люди, которые не могут отойти во время работы от своего станка, от своего места и так далее. Поэтому мы определили 5 точек на предприятии и 5 комиссий. Эти люди все пишут нам заявление, и мы по этим заявлениям, вот 5 комиссий наши, выйдут на предприятие на точки, где будет проходить голосование. Это предварительно цех 32, район цеха 21, это цех 3, ну, наверное, я думаю, цех 10, лаборатория. То есть вот 5 точек у нас на заводе определено. Предприятие «Химьемкость» далеко находится от нас, оно за Нижней Салдой, Басьяновке, но это предприятие закреплено и числится как Верхнесалдинского округа нашего. Поэтому сейчас мы решаем вопрос, а там 12 пожарных, которые дежурят в этот день, там еще есть люди, которые работают. И вот мы сейчас решаем этот вопрос или договоримся с руководителем, вот он уехал в командировку, но я думаю, что мы вот сегодня, завтра договоримся. Может быть, договоримся так, что сократят рабочий день. То есть люди приедут не к 8 утра туда на работу, а к полдевятого. С 8 до полдевятого они проголосуют у себя на участке, и полдевятого их заберут и вывезут туда. А если нет, то мы, конечно, обязаны опять закрепить за каким-то участком. И наш участок 30 километров поедет туда и 30 километров обратно. Но тем 20-25 человек, ну мы вот обязаны сделать, и желание у людей тем более проголосовать есть. То есть все делается для того, чтобы наши граждане проголосовали. Проголосовали. Вплоть до того, Валерий Матвеевич, что у нас есть следственный изолятор, и там сидят еще и люди неосужденные, которые. Мы туда, у нас участок закреплен, и 4-го числа, и вообще каждый раз в день голосования мы ездим в это СИЗО и тоже даем возможность нашим гражданам, пока они еще граждане, и мы даем им возможность проголосовать. Если избиратель забыл паспорт, можно проголосовать по удостоверению какому-то другому? У нас есть несколько удостоверений, по которым можно проголосовать. Это паспорт, это военный билет моряка, это удостоверение о временной прописке, и в принципе все. Ваши все водительские права, студенческие билеты, комсомольские партийные билеты, они, конечно, законодательно они не прописаны, и поэтому участковая комиссия может и знает вас, и желала бы вам дать возможность, но не даст такой возможности. Без паспорта не теряйте, не забывайте, обязательно берите с собой. — Раньше наши избиратели голосовали в Шансе по улице Воронова, потом их перевели в «Импульс», по-моему. Где они сейчас будут голосовать? — Да, голосовали, как мы раньше, это «Корона», сейчас это «Импульс» называется. Дело в том, что это частная организация, частное предприятие, и мы в свое время договаривались, платили им такую символическую аренду, арендную плату, и голосование проводилось там. Сейчас там проводится большой ремонт, поэтому нет возможности образовать избирательный участок там. Поэтому, уважаемые избиратели, вот вы уж нас простите, не знаем как, но нет больше помещения, кроме вот как центра, сейчас он называется, «Центр детского и юношеского творчества», находится по улице Воронова. Наши избиратели голосовали там, это раньше назывался «Шанс». — Ну я по старинке его назвал. — Да, и я говорю, как раньше это был «Шанс». Да, там тесновато, да, там, ну, вот хотели мы госпиталь, но это федерального значения, его еще не определили, кому передать и как это сделать, а вломиться туда без разрешения, конечно, никто не сможет. Поэтому вот пока на сегодняшний день это «Шанс». Участковая избирательная комиссия, кстати, обязательно уже начала и вывешивает объявления и на ваших подъездах. И вплоть до того мы будем чуть ли не в каждый ящичек положить, что вот именно голосовать приходить — «Шанс». И объявления повесим на самом, на старой корониной импульсе, что, пожалуйста, пройдите в этот клуб, а не здесь голосование будет проводиться. Ну, работает избирательная комиссия. — В здании ветеринарной станции раньше голосовали за река, там, 50 метров. — Ветстанция, да, это бывшее здание. Сейчас там нет ветстанции. Сейчас это помещение просто находится как архив, там хранится. Помещение в нормальном, хорошем состоянии. Поэтому другого помещения, опять же скажу, вот на этой горке, на этой точке его просто нет. Я же говорила, мы пытались и в девятой школе, и на лесном пытались. Ну, плохо идут избиратели. Частный сектор в основном, вот он как на ладошке перед этой ветстанцией. Конечно, мы, значит, договорились опять. — И они уже привыкли. — Может, и привыкли. И потом, и опять это не просто и договориться-то было, оно находится вот сейчас под охраной постоянно. Там сейчас это как помещение не используется. Поэтому это уже были такие, и как энергосвет будет оплачиваться, и газ как будет оплачиваться, и прочие, раз помещение не используется, то уже и средства на это не выделяются. Но помещение будет открыто уже с сегодняшнего дня. Туда ребята получат разрешение и доступ. Так что, пожалуйста, все тут остается как и было. — Все продумано. — Все продумано. За период агитации поступали какие-нибудь жалобы от партий, от кандидатов? — Вы знаете, вот таких официальных жалоб, чтобы прямо написали, там много было, конечно, не было. Но поскольку мы ставили цель и задачу, чтобы на нашей территории предвыборная агитация, весь агитационный период шел законодательно, правильно и верно, настраивали всех руководителей местных отделений партий, чтобы вели себя достойно, чтобы не расклеивали листовки там, где не надо. И тем не менее, все равно казус случается. Как была вот справедливая Россия, кстати, наклеила листовки на неположенных местах. — На администрации? — Нет, на администрации вот не наклеили. А вот на остановках, вплоть до того, что на знаках пешеходных дорожек, уж на то опустили, что на урнах наших, оранжевеньких, апельсиновых, и то наклеили. Полицейского, бедного, лежачего на дороге, который и того обклеили. Конечно, это неладно, и мы видели это, и наши избиратели об этом говорили. Поэтому при руководителе регионального отделения, товарищу Буркову, мы от территориальной комиссии предупреждения написали, описали все вот эти нехорошие моменты, попросили донести до своих товарищей, что впредь такого делать не надо. Но пока вот вроде затишье, что покажет та неделя. У нас очень активно работает «Единая Россия», много агитационных материалов распространяет. Это тоже не заклеиванием каким-то, а это по подъездам. Правда, тоже наши избиратели обижаются, что уже больно много разбрасывают. Приходится убирать их, как-то собирать весь этот агитационный материал. Ну, что делать? Задача у каждого все-таки донести какую-то агитацию до вас, ознакомить вас, уважаемые избиратели, и с программами, и с пожеланиями. Местное отделение коммунистической партии получило два экземпляра газет. Это в общей сложности около 36 тысяч экземпляров. Вот только представьте, 36 тысяч, они вот уже половину раздали, у них еще половина осталась. То есть половина еще будет поступать к нашим избирателям в их дома. Но претерпеть надо как-то это. Все-таки я считаю, что по сравнению с прошлым, и вот и вы даже заметите, ну, не настолько наш город, вот везде и вся прямо уклеена. Посмотрите, что раньше. Остановка, так некуда было вот посмотреть. А сейчас, ну, стараемся налаживать порядок вот в этом плане. Ну, и, конечно, есть, опять же, составлено два протокола об административно-правовом нарушении органами внутренних дел. Ну, я, может быть, это юность еще у нас, вот, руководитель местного отделения КПРФ, молодой человек, ну, как бы тут надо рассматривать, но составлено. Это статья 5.11 пункт об административно-правовом нарушении. Там было просто привлечено, это привлечение несовершеннолетних детей вот к распространению агитационных материалов. Поэтому, ребятки, дорогие мои, я вас предупреждаю, кому нет 18 лет и уважаемые родители, не позволяйте своим детям никуда ходить, никакие листовки разносить и ничего не делать, потому что вот штраф руководителю, а деток вот сейчас привлекают в нашу комиссию по делам несовершеннолетних. Кому это надо? Татьяна Поликаровна, дети хотят заработать. Я понимаю, но наше законодательство говорит, нет, только совершеннолетние дети. Я понимаю, что дети, если желают, то они молодцы, но другими делами. В политику пока не лезьте дети. Татьяна Поликаровна, скажите, пожалуйста, какие избирательные бюллетени по партиям в Государственную Думу и в Законодательные Собрания Свердловской области? Валерий Матвеевич и уважаемые избиратели, скоро-скоро наступит 4 декабря, и наши избирательные участки с 8 часов утра и до 20 часов вечера будут открыты для вас. Придя на свой избирательный участок, на котором вас доброжелательно ждут все члены наших участковых избирательных комиссий, вам будет предложено три бюллетеня. Я просто покажу. Это настоящие бюллетени у меня в руках. Я хотела бы вам их показать. Это вот такой бюллетень, светлый, избирательный бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы. Здесь участвуют, обратите внимание, 7 партий. То есть все 7 партий принимают участие. В этот избирательный бюллетень включены фамилии первых лиц, которые будут выдвинуты от той или иной партии. Партию я вам могу напомнить. Вот по жеребьевке, как определялся порядок включения в бюллетень, это партии тянули жеребьевку. Кто какой номерок вытащил, тот под таким номером у нас и находится. Под номером 1 в этом бюллетене партия «Справедливая Россия», 2 ЛДПР, 3 Патриоты России, 4 КПРФ, 5 Яблоко, 6 Единая Россия и 7 Правое Дело. Вам надо вот взять бюллетень, посмотреть фамилии, что вам импонирует, какая партия, какие лица, и поставить только одну галочку в любой из квадратиков. Одну галочку в одной из квадратиков. Вот такой бюллетень. Этот избирательный бюллетень по Государственной Думе. И он будет действителен только тогда, когда вот здесь вы увидите красивую марочку защитную с подписью членов комиссии и с печатью. Здесь еще наклеивается в уголочке марка. Будьте внимательны. Да, будьте внимательны. Так, пожалуйста, следующий бюллетень. Вот это бюллетень розового цвета. Это бюллетень выборов депутатов законодательного собрания Светловской области. Мы с вами Дзержинская территория, часть Светловской области. Здесь у нас в Светловской области по выборам депутатов участвуют только пять партий. Как мы говорили, патриоты России и Яблоко в этом не участвуют. Они отказались. Ну и здесь также в результате жеребьевки включены в бюллетень. Под номером один справедливая Россия. Ну, везет справедливой России. Там один и тут один, да? Под номером два единая Россия. Под номером три КПРФ. Четыре правое дело. И под номером пять ЛДПР. Лица, которые здесь проходят, они вот все здесь у нас включены. Я бы хотела обратить внимание, может быть и не надо, что тут есть очень знакомые вам лица. Вы можете прочитать и увидеть даже нашего салдинца-земляка. В одной из партий вот в составе есть наш земляк. И третий бюллетень. Это бюллетень. Нашего Дзержинского одномандатного избирательного округа номер девятнадцать. Он вот такой маленький, как простой обычный лист печатный А4. И в него включается уже персональный, то есть одномандатный округ. Это значит, когда люди выдвигаются персонально. И включены вот четыре фамилии. По нашему округу выдвигаются Морозов Олег Викторович, выдвинутый партией ЛДПР. Пергун Владимир Иванович от «Справедливая Россия». Рощупкин Владимир Николаевич от партии «Единая Россия». И Чапурин Никита Анатольевич, который выдвинут партия КПРФ. Вот четыре кандидата. Вы можете посмотреть бюллетень, ознакомиться с их данными. Кто, откуда. А вообще на избирательных участках наших по этим кандидатам будут плакаты. То есть, придя на участок, вы можете подойти, посмотреть, прочитать плакат. Посмотреть, кто вам больше симпатизирует. Кого-то, может, вы знаете. И сделать свой правильный выбор. Выбор только за вами. Никто вам не указ, за что голосовать, за кого голосовать. Каждый вправе выбрать то, что ему, уму, сердцу, разуму. И главное, чтобы все шли на выборы. Это, конечно, наша мечта, Валерий Матвеевич, чтобы все шли на выборы. Татьяна Поликарпина, пожалуйста, ваше обращение к нашим избирателям. Уважаемые избиратели, я еще хотела бы добавить, Валерий Матвеевич, у нас в территориальной избирательной комиссии работает телефон горячей линии, так называемый. Запишите, пожалуйста, его номер. Это телефон нашей территориальной избирательной комиссии 2-50-04. 2-50-04, телефон горячей линии, территориальной избирательной комиссии. Мы ответим на любой ваш вопрос, касающийся избирательного законодательства, избирательного процесса, где вы голосуете, на каком участке, как и куда обратиться, вот по этим вопросам. Конечно, нам много звонков по вопросам и социального, и экономического характера. И радио не работает, и по долгам, и по свету, и по газу. Все эти вопросы мы не решаем. У ЖКХ и дороги, мы их не решаем. Мы, конечно, передаем по подчиненности уже, по подведомственности. Но просьба просто такая, что вот именно наши вопросы, мы вас выслушаем. Ну, я обращаюсь к вам, уважаемые избиратели. Наступает 4 декабря. Это день очень ответственный для всех нас. Для нас, как территориальной комиссии, для участковых комиссий, которые много отработали и сделали, чтобы выборы состоялись, чтобы выборы прошли организованно. И сейчас, 4 декабря, все зависит только от вас. Мы приглашаем вас на избирательные наши участки. Если в прошлые выборы 67% в 2007 году у нас была явка 67% избирателей, то я думаю, что избиратели нашего Верхнесалдинского городского округа не потеряли свою гражданственность, ответственны. И, как это я всегда говорю, чтобы за державу нам с вами не было обидно, чтобы наш городской округ был не хуже других округов Свердловской области. Мы вас очень-очень ждем на избирательных участках. Приходите. И вы мечтаете, чтобы 99,9% избирателей пришли на избирательные участки? Да, это было во времена Советского Союза. Но мы сейчас живем в нашей великой России. И почему же у нас политическая тогда активность несколько так снизилась? Татьяна Поликардовна, мне остается вам, нашим всем избирательным участкам, набраться терпения, так-то, и чтобы успешно провести эту большую политическую кампанию. Я желаю вам удачи. Спасибо, Валерий Матвеевич. Татьяна Поликардовна, спасибо вам, что вы пришли к нам на встречу. До свидания. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова